Ну что, ребят, в этот хороший день я хочу вам порекомендовать этот хороший гель. Сегодня пришла ко мне женщина, которая представляет компанию Herbalife. И я уже умылась этим гелем, немножко стягивает лицо, он очень приятный на ощупь и приятно трогать, приятная кожа после него становится. Только что умытая скрабом из этой клубничной штуковины. Скраб с клубникой, с кусочками клубники. Немножко стягивает кожу, будет хорошо для тех, кто имеет пористую кожу. Его нельзя использовать каждый день, он используется 1-3 раза в недельку. Кожа должна быть высушена после скраба. Я быстренько наношу маску, из ее консистенции я так понимаю, что она из глины. Так что наносить ее нужно быстро, пока она не высохла. По идее она должна очищать мою кожу, сокращать опять же поры, немножко подтягивает, приводит тонус в лицо. Половину лица я оставляю чистой, для того, чтобы потом сравнить результат. Она меня заковала, и я практически не могу улыбаться. Кожа скрипит, как будто бы начищенные тарелки. Я ее смывала спонжиком. Есть разница, здесь кожа не гладкая, там где не бежала маска. Эта часть прям гладкая-гладкая. И сейчас наношу сыворотку специально для век. Вот так. Я очень довольна. Сейчас мне тут рассказывали про людей, которые едят какие-то завтраки специальные, для того, чтобы похудеть. Якобы они этот вес теряют. Здесь куча примеров, которые женщины, которые сейчас... Да. Которые прям творят чудеса. Но лично для меня чудом оказалось то, что мои полулица сейчас приподняты. Эта часть лица осталась такая, как и была. А эта часть лица приподнялась. И она блестит. Я чувствую, это реально классный эффект. Эффект лифтинга, который сохраняется 3 дня. Я осталась под впечатлением после ухода от Herbalife. Не ожидала ничего особенного. Честно говоря, думала, будут предлагать там что-то, рассказывать, как они работают, завлекать. Короче, все вот эти фишки с приходом агента, с экспериментами, там, с всякими демонстрациями и прочими, для меня называются одним словом Галимэри Флейм. Но осталась приятно удивлена и довольна этим уходом. Такое лицо у меня получилось после ухода, после очищения мылом, после использования скраба, после маски, которую я держала на полулица сначала 10 минут, потом остальные полулица мне все-таки решили подровнять. В итоге мы сделали маску и на вторую половину лица, это заняло еще 10 минут, после чего представитель компании Herbalife нанесла мне тоник. Была сыворотка на все лицо, сыворотка под глаза, потом она предлагала мне крем, но мне оказалось достаточной сыворотки. И вот сейчас, когда я немножечко уже остыла, кожа успокоилась после ухода, я показываю вам, что получилось, какой эффект. Вы видели меня до и вы видите меня сейчас. Как вы считаете, друзья, достоин ли покупки такой эффект? Вот сейчас мне предложили это мыло за 23 доллара, этот скраб за 19, эту маску за 20 евро, простите, тоник за 18, сыворотка аж 60, контур для век 36 и кремы все по 45 евро. Вот сейчас она ушла, я делюсь с вами своими впечатлениями и мне реально интересно, что вы думаете, достойно ли такое состояние кожи дополнительных трат? Это как по-вашему? Уж извините, вам пришлось посмотреть на меня до ухода с прыщами, с покраснениями и прочими прелестями. Поделитесь в комментарии вашим мнением и расскажите, что вы думаете, может быть у вас уже есть опыт с этой косметикой, может быть у вас есть что сказать. И смотрите остальные видео на моем канале. Какая-то я белая стала, прям вот глаза остались такие же, а все вокруг, что было под маской, стало белым. Наступило утро, сегодня я посмотрела в зеркало и оказалась очень довольна состоянием своей кожи. Я вчера называла его Herbalife, но сегодня я уже посмотрела, что в интернете на русском это называется Herbalife. Мне понравилось, что этот уход со временем также работает, то есть он сработал не только в тот момент, когда я смыла маску, например, или там закончила весь этот уход. Как это обычно бывает после уходов, после различных масок и даже пилингов, уход работал какое-то время, и особенно ночью, и на утро уже виден окончательный результат. Прыщики подсохли, цвет лица мне нравится, кожа чувствует себя комфортно, она не стянута, не жирная. Она находится как раз в том балансе, который нужен для комбинированной кожи. Последним шагом, прежде чем купить продукты от Herbalife, было посмотреть в интернете состав продуктов. Особенно меня интересовал состав средства для умывания. Так как вчера я не успела посмотреть на упаковке, я зашла в интернет и стала искать состав. И здесь началась неразбериха. Во-первых, я не нашла состав. Я начала натыкаться на сайты независимых агентов, которые продают этот Herbalife, которые там рекомендуют, куча хороших отзывов. Я посмотрела еще один сайт, еще один сайт. В общем, меня это уже начало немного бесить. И потом я наткнулась на неутешительный отзыв о том, что оказывается неизвестен состав этого средства. Я не стала больше искать, ребят. Я не люблю вот эти игры в кошки-мышки, когда я хочу купить продукт. Но черт возьми, как можно делать продукт без состава? Я разочарована таким отношением к потребителю. Продукт сработал, я захотела его купить. Но почему, черт возьми, вы относитесь ко мне как к идиоту? Я сейчас на протяжении трех этих лет перехожу на осознанное потребление и перехожу на такой, можно сказать, функциональный минимализм. Но без перебора. Мой минимализм не заключается в том, что я прям ничего себе не покупаю, во всем себе отказываю. Я прям такая вся стала правильной. Но каждое свое решение, каждое свое желание я взвешиваю. Нахожу, может быть, какие-то другие возможности заменить мое желание чем-то тем, что у меня уже есть. И таким образом я трачу меньше денег, я трачу меньше времени на уход за каждой вещью, которую я приобрела, на выбор вещи, которая мне нужна. Таким образом экономлю и деньги, и время. Еще я экономлю информацию, которая поступает в мою голову. Точнее, не экономлю, а заменяю ее другой, более полезной информацией. Я не хочу париться из-за того, где мне нужно это купить, когда я это сделаю, из чего это состоит, какой эффект мне окажет это, чем мне нужно будет дополнить действие этого препарата. По поводу Herbalife я прихожу к выводу, что эта компания не стоит моего доверия и покупать ничего-нибудь мне очень жаль. Мне действительно очень жаль, что этого эффекта оказалось недостаточно для того, чтобы я поверила производителю и стала бы приобретать этот продукт. Если вам нравится, как я здесь разглагольствую, пожалуйста, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк. Я жду вас в новых видео. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok